И к другим темам. Федеральная налоговая служба начала охоту на фрилансеров. Пока в сети. Ищут объявления ВКонтакте и Фейсбуке, заказывают маникюр или, например, перевод с китайского. Таким образом, за последний год инспекторы в Омске заставили платить налоги 300 фрилансеров. Впрочем, многие из этих предпринимателей даже не догадывались, что могут быть привлечены к ответственности. Кому налоговики напишут ВКонтакте и в следующем году, почему небольшой заработок и мечей вызывает интерес у контролирующих органов, знает Динар Ганеева. Эти нарушители в тени не прячутся. Напротив, сознательно выходят в свет. В одной только социальной сети ВКонтакте тысячи групп. Маникюр на дому, сайты под ключ, разработка логотипов. В погоне за клиентами и узнаваемостью предприимчивые россияне не задумываются о том, что их работа вне закона. Участник Омского форума под именем Алекс очень удивился, когда получил письмо из налоговой службы с требованием явиться и объяснить, почему он создает сайты на заказ, а как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован. Кто-нибудь может объяснить, что за фигня? Откуда они вычислили это все? Какое пояснение о размещении объявления? И самое интересное, что доход-то максимум тысячи две получился. Подскажите, как лучше поступить? Сходить и пойти в отказ? Такие же письма получили в этом году около 300 жителей Омской области. Сначала сотрудники налоговой проанализировали объявления, выбрали самые популярные сферы по количеству просмотров. В пятерке – программирование, редактура и написание текстов, переводы, фотодизайн, услуги парикмахера и визажиста. Чтобы распознать среди фрилансеров нарушителей закона, работали под прикрытием – с вымышленных аккаунтов. Анализировали сайт Авито, выявили физическое лицо, которое представилось с Александром. И мы проводили очень много мероприятий, вели долго переписку с этим молодым человеком. Мы заказали создание сайта. Сотрудник инспекции осуществил заказ, ему направили, что стоимость заказа будет стоить 7500 рублей. Внимание сотрудников налоговой службы привлекли и те, кто за оказанные услуги получает гораздо меньшие суммы. К примеру, копирайтеры. За стандартный заказ статью объемом 3000 знаков исполнитель получит всего 180-200 рублей. Но для налоговой службы объем выполненной работы имеет второстепенное значение. С точки зрения закона любой полученный доход должен быть задекларирован. Он же себя не воспринимает предпринимателями. Ну и так вот он де-факто ими не является. Но де-юры, вот налоговая инспекция его хочет представить таковым. И, к сожалению, получается, что это стрельба по воробьям из пушки. Нужно, конечно, администрировать тех предпринимателей или те крупные бизнесы, наверное, которые действительно и они бюджет наполняют. Осенью Владимир Путин дал поручение не только исключить любую возможность признания самозанятого населения незаконными предпринимателями, но и освободить их от уплаты налогов. Изменения в налоговый кодекс приняли в ноябре. И налоговые каникулы получили только репетиторы, домработницы и няни. Представители интересов мелкого бизнеса и фрилансеров предлагали решить эту проблему с помощью патентной системы. Предполагалось, что эти лица, которые занимаются самозанятостью, они будут получать что-то лицензии или патент на год. Государство само будет администрировать, какую часть из стоимости патента или лицензии будет распределять, что в пенсионный фонд, что уйдет ОМС, то есть обязательно медицинское островование, что уйдет с субъектом федерации. По аналогичной схеме в России уже пытаются упорядочить труд иностранных граждан из ближнего зарубежья. Но идею с патентами для предприимчивых россиян отправили на доработку. А пока, независимо от объема работы, ценной специализации, вне закона и парикмахер, и автомеханик, и даже студент, подрабатывающий переводами. Юристы объясняют, претензии налоговых органов можно оспорить в суде, правда эти издержки окажутся выше, чем их доход.